Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Дварфс. Как я, собственно, и обещал, экономя ваше время, мы пролистнули почти сотню боев. Также я немножечко прокачал еще нашу ветку. В чем прелесть прокачки всей ветки, что есть преимущества, которые распределяются абсолютно на всех персонажей нашего отряда. Например, у нас есть повышение интеллекта всем Дварфом и увеличение регеном маны. Также у нас есть 9% шанс нанести элементальный дебаф. Это сейчас очень важные моменты будут. Сначала кажется, что это все направлено на магов, но не совсем так. Потом, повышение ожогов, урона от ожогов на 60%. Также 9% шанс заморозить при милишной атаке. Вы представляете, как эта грязь вообще реализуема? Я уже просто видел, поэтому я накручиваю фантазию, да? То есть фактически каждый десятый нанесенный урон милишникам по врагу замораживает его. Заморозка у нас, по-моему, в 2 секунды с чем-то длится и полностью обездвиживает врага. Что замечательно. Также получают дополнительный щит на себя с интеллектом, когда замораживают врага. Да, сам себе накидывает щит на 90% интеллекта, когда происходит заморозка врага. Здесь же у нас дополнительный шанс на шок по врагу с помощью дальних атак. Тут чуть-чуть мимо, не всех прям задевает. Но всех задевает 30% атак спид на 3 секунды после использования ультимейта. В чем фишка? У нас ультимейты используются очень часто, потому что мана регенится быстро. И эти ультимейты, собственно, теперь еще и будут ускорять нашу атаку. Что тоже, мне кажется, своего рода грязь. Так, тут мы увеличили шанс крита на 30% на 3 секунды после использования ультимейта. То есть у нас 30% скорость атаки, 30% шанс крита. И все только благодаря ультимату. Так, здесь у нас увеличение дальности для лучников и канониров. И 15% шанс отравления для лучников и воришек. Рог наших. В целом полезно, но с рогами я еще это не пробовал. Но, видимо, стоит попробовать. Ну и осталось у нас здесь докачать два параметра. Это, собственно, увеличение ловкости для всех, увеличение дальности. Я, опять же, не уверен, как это точно с лучниками будет работать. Поэтому, я думаю, мы посмотрим. Так, здесь у нас до 60% увеличение шанса выстрелить несколько стрел одновременно, будучи лучником. В целом, тоже, скорее всего, будет интересная комбинация. То есть, надо будет проверить. Ну и, собственно, закрытое полностью у нас два этих исследования. Поэтому канонира, варлоков и риперов нам надо будет открывать чуточку позже. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем небольшую группу, которая состоит на 70%, собственно, из дварфов с щитами. То есть, рыцарей. И на... состоит из трех хиллов. К сожалению, они у нас пока жиденькие. Но, тем не менее, у одного, во всяком случае, палка фиолетовая. Уже, слава богу. Все остальное пока что мы будем собирать. В чем преимущество этого билда? Мы вспоминаем о том, что у нас есть 9% шанс заморозки при миле-атаке. А с помощью нашей формации у нас наносятся аэшные атаки. И фишка в том, что каждая эта атака имеет 9% шанс. То есть, дварф один ударивший по 10 оркам, 100% одного из них заморозит. Если возьмем с средним, да? 100% один из них будет заморожен. Теперь представим, что это 7. Дварфы убьют одновременно. И на каждом ударе есть процент срабатывания. Это приводит к тому, что, по сути, враги постоянно заморожены. Мы можем это даже сейчас проверить. Давайте возьмем вот какую-то боевку. Мы ее замедлим немножко. Происходит удар. И вы видите, что все, кто прут на нас, в конечном итоге стоят заморожены. Помимо щитовиков. Щитовики в большинстве своем блочат либо доджат удары, поэтому у них это все нормально срабатывает. Но в конечном итоге это приводит действительно к тому, что какое бы количество врагов не подходило к нам, оно будет уничтожено чисто по причине того, что они заморожены. То есть, даже те же чуваки с хаммерами, они представляют страшную угрозу, на самом деле, для нас. Но они не успевают эту угрозу реализовать. Вот в чем фишка. То есть, они подходят, огребают и, в принципе, все окей. Остается для нас большой проблемой. Это, по сути, дальние маги. Маги вообще любого формата, которые могут наших хилов убить. Но танкам нашим, по сути, на это будет, я думаю, плевать. Единственная проблема этого сбора, скажем так, в том, что у нас очень слабое место при работе на одну цель. То есть, работая с боссами, у нас довольно большие проблемы с уроном. Но я думаю, это со временем может как-то пофикситься. Или нет. Ну, короче, надо пробовать. В любом случае, это все надо будет тестировать. Пока что этот билд, мне кажется, самым имбовым. Исходя из тех бустов, которые мы недавно получили. Поэтому мы сейчас будем проверять, докуда он сможет... Стоп, это надо еще. Докуда он сможет дотянуться. И сколько дел натворить. Так, давайте, мыренько догрейдим все, что есть. Это оставляем, это оставляем. Можем прогрейдить вот здесь. Твою мать. Ладно. Пусть будет. Так, у нас основная проблема, как всегда, с наплечниками. У нас не хватает шлемов. Кстати, шлемы сейчас быренько. Я сейчас вообще акцентирую только на одном. Внимание, на весе наших бойцов. Потому что от их веса зависит их урон по области. Поэтому все остальное я забиваю болт. Концентрация стопроцентная на вес. Здесь концентрация на, как это назвать, масштабность отхила. То есть, если этот одну цель хилят за один раз, эти хилят две цели, но по времени. Поэтому преимущественно лучше брать хилищий дождь, чем, собственно, обычный отхил. Так, хорошо. Давайте, нам какие-то нужны интересные цели. Опа, здрасте. Нам надо этот вопрос закрыть, потому что у нас очень много вещей. Очень паскудного качества. И хотелось бы от них избавиться совсем. Так, 2 890, погнали. Можно ускориться. Единственный, кто может пережить заморозку, это реально щитовики. То есть, они могут продолжать быть активными в бою. Но при этом всем все остальные, кто находится у них за спиной, перестают быть активными в бою. С рогами это тоже, кстати, не срабатывает. У шаурок достаточно мощный додж. То есть, мы если и замораживаем их, то это происходит очень-очень редко. Поэтому на боях с элитками у нас все-таки есть проблемки. Нам нужно их все равно попинать хорошенько. Прежде чем их всех снести. Так, с хорошим. Это есть... Опа, каменюка, наконец-то. Давайте это смещаем, это смещаем, смещаем. Сюда 2 каменюки накидываем. У меня была мысль докидывать им еще бусты на урон. На эффекты именно. У них и так есть сколько? 15% на кровотечение. А поизона у них нет вообще. Бляха, ну тогда надо будет, да. Надо им еще поизона добавить, чтобы мы могли в одну цель работать. Потому что если мы не сможем в одну цель работать, мы не сможем ни одного босса дальше убить, по идее. Хорошо, двигаем дальше. 3 700. Заморозочка, заморозочка, заморозочка. Вон, даже щитовика заморозили все-таки. Он пытался, он боролся, но у него не вышло. Так, 19 тысяч у нас сколько здесь? У нас 53 тысячи стоит следующий. Давайте чуть поролим, может что-то хорошее найдем. 3 100, 3 300, давай 3 300. Ауч, стоп. Хилы откинулись. Из-за магов, да? Да. Маги создают действительно для нас проблему, особенно шоковые маги. Я не знаю... О, ля-ля, сейчас будет мясо. Я не знаю, в чем основная проблема. По идее у нас недостаток, конечно же, по защите от определенных угроз. Но я думаю, мы это пока что никак и не исправим. Надо либо затариваться обвесами на защиту от молний. Это 3 штуки, и это надо замену хилу... Не, не надо такое делать, в общем. Так, давайте. Огромная толпа прокачанных типочков. Самое страшное, у них двуруч мощный есть. Вот я об этом и говорю. Вот этот меч, на самом деле, я хочу попробовать хотя бы раз дойти до этих уровней большой группой двуручников. Мне кажется, что будет грязь, потому что тот урон, который наносит этот войд слэш, он просто какой-то невообразимо страшный. И с этим надо будет как-то мириться. Я думаю, что мы потом это опробуем, но мне кажется, это будет очень сложно, двуруча между сюда дойти. Хотя они что же теперь замораживают? Ну, короче, надо будет, надо будет посмотреть. Однозначно. Так, 3000 мало. Давай больше бабла. Бабля нужно больше. Мало, 3400. Давай. Заморозочка. Мужики с хаммерами уже даже зарядились, уже даже два раза ударили, но по сути за такой бой они должны ударить раза 3-4. Но так как они постоянно в заморозке, это происходит только один раз. Соответственно, нам переживать эту боль становится гораздо проще. Так, давайте сюда с хилами. Очень плотное наваливание по харе. У нас само оружие очень херовое сейчас на самом деле. Нам только везет, только если мы критами начинаем их пробивать, иначе... Иначе их не пробить. У нас урон реально в одну цель максимально отвратительный. Ну, то есть ничего с этим не поделать. Поэтому приходится пока что потерпать немножко. Так, у нас уже сколько? Два есть, да? В теории есть два, но пока его снимать не буду. Так, 2-400 оставляем, это уже 105-й у нас уровень. У нас же дракон есть. Мы можем заглянуть к дракону, но мне кажется, что он нам харю все-таки развалит чуть-чуть. Сейчас, у нас оружие зеленое. Здесь вообще пацан с белым оружием, чтобы вы понимали, насколько все плохо. Это не то, что я хотел сделать, но ладно. Давайте грейдить. Повышение веса. Повышение веса еще есть. Самое смешное, что мы его сейчас передадим дальше вперед, а ему отдадим что-то предыдущее. Но я думаю, он не сильно будет расстроен. Вес, где вес? Есть вес. Все решаем исключительно путем повышения веса. Щит грейд. Да мне проще на роли щиты нормальные на самом деле. Тут не вижу смысла замедляться. Так, этот мы передаем дальше. 160 веса. 140. Ну пацан, сорян. Тебе все равно досталось опять белое оружие. Давайте, ладно, попробуем. Или давайте поролим. У нас 57 тысяч есть. Давайте я еще грейдану. И будем сейчас ролить-почуть-чуть избивать. Да-да-да, нахер этих дворфов. Так, вот это нам надо. Нам надо конкретно сейчас усилить именно наших товарищей. Рыцарей. Твою мать. А ты мне уже и нахер не надо. Так, это который на ловкость, да? Так, надо чуть бабла. Ребятки, дайте баблу. Грязно, грязно, очень грязно. Свободен. Так, ролим дальше, дальше, дальше. Еще. Очень много предметов на магу выпадает, что в принципе мне не важно абсолютно. Это был хороший обвес, я его пропустил. Это этот наплечник как раз на рыцаря. Ладно. Просрали и хрен бы с ним. Так, давайте сначала с этого начнем. Больше веса, больше веса, больше веса, больше веса. По идее мы можем загрейдить этот шлем, он достаточно надолго у нас будет по-хорошему. Ну да ладно. Так, этот сюда уже не подходит. Заменяем на зеленый. Вот этот мега шлем квадратный, надо затариться как можно большим количеством. Так, это все убираем. Давайте немножечко это все почистим. До свидания. Зелень туда же. Мы не будем сейчас возиться с сложными апгрейдами, мы сейчас чисто освобождаем инвентарь. Чтоб потом не мучить. Так, вот этот, кстати, надо еще проверить. Так, вот этот щит еще надо проверить. Есть предчувствие. Хотелось бы, конечно, легендарка, лучше вообще мифик предметов, но... Видно, не судьба пока что. Давай, пожалуйста. Это не так плохо, как кажется, на первый взгляд. Так, повышает вес на 239. У нас с плечами вообще жопа. У нас тут белые плечи у всех, чтобы вы понимали. Это, естественно, отвратительно и омерзительно. Так, здесь чуть лучше, здесь чуть лучше. Мы избавились от белых щитов. Первого уровня. Юпи! Так, ты где-то дашь нам преимущество? Дашь. Все, у нас зеленое теперь оружие минимум. В целом, вроде бы, выглядит неплохо, но я-то осознаю, что это очень плохо, на самом деле. Ладно, давайте сначала хруппу лопадем. Люто. Просто люто. Это очень страшно выглядит. Так, забираем. Тут тоже где-то заменку произведем. Произведем, произведем. Супер. Это нам не надо. Хилищие палки, криченс, резист. Не то, что бы нужно. У вас там как? Она зеленая, по-моему, была, нет? Да, у нас есть зеленая. Давайте мы сделаем вот так. Сейчас попробуем комбинейшн через... Я не уверен, что он его поднимет по уровню, честно говоря. Хотя должен поднять. Стамина, зандер, резист. Ну, давай стамина. Да, я не могу синими его крейтить. Вот в чем глупость. Это максимальная глупость. Так, окей, хорошо. Что из этого у нас лучше всего? Да все херовое, на самом деле. Нам проще палку с нуля собрать. Ну, окей. Нас интересует реген маны. Причем, чем выше, тем лучше. Мана реген 2 мало. Виздом мимо этот мимо. Лайф реген мимо. Да будь добр, пожалуйста. Дай уже, а. Я понимаю, рандом, конечно, суров. Три, ладно, сойдет. Три это шесть виздома, по сути. Так что это нормалды. Догрейдим сюда. Это перестань подсвечивать. Два маны реген мало. Вот почему лайф реген 7, а маны реген всего лишь по чуть-чуть дают. Дайте маны регена тоже нормально. Че вы, в самом деле, жопите. Маны реген 2? Нет, я уверен, что мы можем хотя бы... О, четверочка. Четверочка это вообще хорошо. Стамина нахер не нужна, но маны реген все перекрывает. Держи, друг. Ты теперь мега хилер. Так, это все пока оставляем. Ну, давайте пробовать. Ну, мне кажется, это плохо закончится. Нам щиты покрепче нужны, чтобы на него лезть. Так, у него похер на заморозку. То есть мы его чисто будем пытаться прямым уроном убить. А он нас будет кидать торнадо и метеориты. И кусать шоково. Окей. Я согласен на такую сделку. Ну, если хилы не будут втыкать... Нет, мы это не вытащим. Но мы нанесли больше урона, чем в прошлый раз. Однозначно больше. По идее, если мы продвинемся дальше и найдем побольше шмота, есть шанс, конечно, его еще раз попробовать побить. Но мне кажется, это около невыполнимая задача, на самом деле. Ауч. Молниями просто страшно наши хиловы сбивают. Ни за шо не прошо. Плотно, плотно. Опять молнии по нам пошли. Рога, ты долго жить не будешь. Я тебе говорю, баляха. Он отрыжкой хилится, чтобы вы понимали. Ну, такой рога, ну шо поделать. Надо инвентарь реально в раза два больше. Окей. 4500, погнали. Ой-ой-ой. Достаточно плотное сопротивление. Но оно им не помогло никак, абсолютно. Давай, выбрасывайте этот мусор. Замечательно. И ни хера с них не получили. Вообще ни хера. Так, от хила у меня хватает. Нам нужен яд. Причем желательно от синего. Чтобы мы еще и яд накладывали, помимо кровотечения. Причем кровотечения у нас достаточно малый процент, на самом деле. Но оно все равно накладывается. От этого никуда не деться. Та дедят. Перестаньте подсовывать мне дичь. У нас же у всех есть, да? А, у тебя нет креста. Профукаем, возможно, или не профукаем? Нам просто очень много яда собрать надо. Ладно, давайте. Все ради хила. Так, кому-то держите оборонку. Глядя, пригодится. Так, двигаем дальше. 2 900, похер, давай. Хера там рыганина массовая произошла какая-то. Поспокойнее будьте, товарищи. Ползы большое. Да ты чередуя, 3 700, давай. Твою же мать. Это достаточно страшно. Так, этот оставляем еще 3 700, давай, пожалуйста. Красиво. Меня смущает, что с них почти ничего не падает. То есть, когда за воришек играем, то постоянно что-то падает. Что-то да прилетит. А за этих товарищей нет. Хрен плавал. Так, фиоли, давай, что у нас там? У нас почти забито. Сейчас надо еще проверить. Я не уверен, что у всех шляпы. А, не, у всех синие шляпы. Давайте разбирать. Нам бы по-хорошему вообще избавиться от белых предметов. Причем чисто в роллах, потому что... Мы задолбимся их все перерабатывать. Так, нам нужно... У нас есть достаточно, чтобы рольнуть легендарку. Давай сюда. Пожалуйста, легендарку выдай. О! Это уважительно. Это прям хорошо. Это наши добросовестные хилы одобрят. Забирай как вы... Опа! Это нам тоже надо. Иногда бывает, что как выпадет, то полные штаны радость. Но чаще всего это не так. Так, держи, дружочек. У тебя еще плюс пять виздома. Это мы на свалку. И на плеч. 179 он дает. Ёпарес, это естественно. Естественно, у нас недобор по весу. Ой, боже. Так, окей, ролим дальше. У нас 25 тысяч. Можем ролить. О! Я шлем пропустил. Бляха, тут еще и толпа. Аватар of Fire. Eruption, Eruption. Нас будет хорошенько сжечь. Но есть преимущество в том, что здесь нет торнадо. Поэтому нас затащить есть шанс. Вообще красиво. Вообще на изичах. Так, это оставляем. Да, сейчас тоже надо будет переработать. Так, дварф нам не нужен. Это на плеч на ловкость. Мимо. Это не надо. Вот это надо. У нас тут очень рано начинаются проблемы с нормальным оружием. Да, у нас все зеленое. Но я верю, что мы найдем то, что нам надо. А с хирали у нас 50 тысяч. А, я же группу убил большую, точно. Так, этот есть шлем. И шлемы у нас уже получше. Маска мне не нужна. Это давай наррольчик. Это не надо. Это наррольчик. Блин, надо постоянно проверять место в инвентаре. Ноу. 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 Давай сюда. Это ж вроде бы тяжелый на плеч, да? Не такой тяжелый, как предыдущие. Но нам любой на плеч сейчас нужен. Потому что у нас свои говно. Так, давайте вот этих затащим. Тут огненные молнии нет. Все окей. Ну вот, когда остаются одни роги, становится очень странный бой. Очень странный. Окей. Запинали. Самое главное, что запинали до конца. Так, отравление зеленое. Нет, я хочу выше отравления. Нам нет смысла довольствоваться малым. Там камень неплохой был, конечно. Ну ладно. Фиолетовый криво. Дайте мне фиолетовое отравление, пожалуйста. Раз фиолет уже так часто выпадает. Кровотечение. А сколько у тебя здесь? 24%. Давайте кровотечение. Нам в принципе разницы большой нет. Какой именно урон будет вкатываться. Но кровотечение нам еще и дополнительный же урон дает. Так что, пусть будет. Пусть будет. Так давайте я роллю. А, легендарки уже нет, да? Похер. Ролим, что есть. Опа, здрасте. Только чуть мимо кассы. Ну, в принципе, направление правильное. Твою мать. Это уже не смешно. Ясно, понятно. Так, зелень разбираем, белое продаем. Потому что задолблюсь с ней. Да давай, иди нахер. Так, все, синьки нет. Ты, до свидания, до свидания, до свидания. Так, ролим дальше. 47 тысяч. Лему давай разберем, переработаем. Давайте вот этого чичика заберем. Очень страшно. Очень-очень страшно. Так, 3800, бог с вами. Это нам не надо. Вот это давай. Так, у кого по весу не хватает, держи. Держи. Нам еще три наплечника нужно новых получить. Минимум. Минимум три наплечника. Так, шлем еще один. Хорошо. То, что он зеленый, поверьте, это большое значение не имеет. Он совсем другого тира, поэтому он в разы лучше. Так, давай легендарку мы ее переработаем. Нет. О. Так, ребятки, есть отличные новости. Интересует наплечи. Так, еще один белый нахер. Шлем плюс вес, держите, держите, туда не надо. По сути, этот наплеч можно накинуть. А, нет, он для всех бесполезен. Хотя нет, тебе он вес дает. 50 веса он ему даст, но нам проще ее переработать в что-то более полезное. Давайте дальше. Мимо, мимо. Elemental Resistance нам вообще нужен, но нам не нужен. Вот в чем суть. Как и ковыляшка тоже не нужна. Это оставляем, это оставляем. Так, вот этих сейчас зачистим. Давайте эту ковыренька переработаем. Пожалуйста. Твою мать. Лучше, чем ничего, конечно. Но такое. О. Это же у нас на виздом, на виздом, ребяточки. Понял, у тебя наоборот просадку это даст. У тебя плюс интеллект или вес. Тебе похер, поэтому забирай, что есть. Так, давайте мага здесь вольнем. Точно, у нас будет же еще заход с магами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно. Двухилл в одновременно засосали. Не одобряют. Так, этот шлем это уже старая модель, не интересует. Этот тоже не интересует. Защита от шторма не интересует. Мимо. Опа, давай сюда. Подцепили, так сказать. Все, мы избавились. Мы-то избавились, но здесь самый стандартный. Надо еще один. Надо выйти из этого стандарта, иначе мы встрянем в нем навечно. Из первого тира. О-ля-ля. Наролили так, наролили. Он хоть и предыдущего тира, но он все равно неплох. Так, ты у нас кто? У него леденящий посох, точнее этот дождик. Надо забрать однозначно. Так, кубы и шлемы все еще лучше, пусть они следующего тира, но мы на это не обращаем внимания. Так, тут лучше отлично выносим. Да, это все оставляем. Давайте быренько вот это опухрабанем. Есть шанс получить очень хороший посох. Давай сюда, синий. Чуть-чуть мимо кассы. А по параметрам так совсем мимо кассы. Окей. Ролим дальше. Ролим, 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 ролим. Повышая вес, собственно, и стамину, мы приводим к тому, что мы станем сильнее по отношению к дракошке. И, соответственно, у нас появятся хотя бы шансы на его уничтожение. Поэтому, что мы в этом за... Ух, ля-ля-ля. Так, погодите. Раз, два, три. Неплохо, неплохо. Со счетами у нас тоже проблема. Так что это нас может выручить. Частично. Во всяком случае, я надеюсь, что выручил. Так, замечательно. Это все нахер, 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 нахер. Замышательно. И зеленку все тоже нахер. Так, переработали насколько смогли. Держите щит. Кому не хватает веса по щиту. Очень многим не хватает веса по щиту. Окей. Так, давайте пробовать. В чем здесь проблема? Аватару фаер нормально. Перманция нормально. Хилл рейн. Молнии и урагана нет. Значит, скорее всего, проблем не будет. Хераун бронячий, ёппер. Так, получили молот, получили этот. Это нам не надо, это нам не надо, это нам не надо. Окей. Так, нам предлагают следующую схваточку. Это уже 120-й будет, да? Давай сюда раз. Тут еще и с мегахилом. Поляха. Манят дурманят. Скотыны. Так, забирай. Тебе без разницы. Сюда уже не суемся. Все, по идее, мы все наплечники заменили. Я думаю, что на дракончика все еще рано. Поэтому давайте месить всех товарищей. Карусель просто ужасная какая-то. Замечательно. Так, сейчас у нас должен быть рольчик. 21% шанс, либо 8 на отравление. Тут плюс декстерити, тут чисто блеттарги. Давай. Будем сейчас наших товарищей еще усиливать по кровотечению. Получится, будет супер. Не получится, да и хер бы с ним на самом деле. Давайте вот так еще заменим. Так, это все разбирать будем. Можем, по идее. Забирайте всю эту каку. Это я даже оставлю, пожалуй. По-моему, у нас там челики с синими шапками. А, все, этого больше нет. Понятно. Ясно, понятно. Так, шлем давай. Сейчас проверим. Да, у вас, ребяточки, чуть послабее. Тут по весу не дотягиваем, не дотягиваем. То есть у нас у всех синие шлемы. Хорошо. Ролим дальше. Так, у нас куча бабла. Давайте кинем еще чуть-чуть. Так, я надеюсь на более удачный лут. Пожалуйста. Я не просто так аккумулировал столько бабла. Будьте добры, поздравьте меня с чем-нибудь. 7000, конечно, давай. Молния, понял. Удивительно. Но после молнии все маги выжили. Как у них это вышло? Загадка. Это торнадо был еще в предаче, что ли? А, нет. Это молния. Боже. Я думал, что у нас торнадо вообще не пробило. Бляха. Чела пропустил. Так, это у нас что? Шолдер в репсе. Джин. Стамина, интеллект, декстерити вообще мимо кассы. Это по сути на боевых магов. Это чуть-чуть мимо. Так, это у нас то же самое, да? Декстерити, интеллект, стамина. Понял. Прокачали, называется мать его уровень. Теперь нам выпадают не те шмотки, которые нам... Ух ты ж, ёпарас это. Так, аватаров, фаер, пиромансер, пиромансер, хилингрейн, барьер, что-то. Нормально. Сюда можно соваться. Все готово, все готово. Погнали. Ауч, 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 ауч. Молот отрабатывает яростно. Но мы живем. Мы живем. Мы не идем на поводу. Твою мать, еле-еле ему сбивали хп. Еле-еле. Так, кстати, вот этот фиолетовый щит может быть получше некоторых из нас. Сейчас проверим. Еп, есть такое. Чуть-чуть... Чуть хилу щит не дал. Был бы у нас варприст, мать его. Так, это все оставляем, это оставляем. Самое страшное, что оно продолжает ролить нам шмотки первого тира, которые даже в мифик статусе будут хуже, чем шмотка третьего или четвертого тира. Это грустно. Это грустно, что нам это подсовывают. Нормально, нормально, нормально. Забрали чик-чирик. Так, копья нам не нужны. Бляха, ну сюда я боюсь соваться, я честно скажу. Блях, он еще из 40-го левела. Мы 30-е. Я сюда боюсь соваться, потому что он реально может нас ваншотнуть. Вот прям всю группу. Чтобы вы понимали, насколько это опасный меч. Ах, ну кто не рискует, тот не пьет шампанское, правильно? Чудом. Просто чудом. Я не увидел ни одного использования этого меча. Чудом убереглись. Так, сколько у нас здесь? 75 тысяч стоит. Ну давайте, подкопим еще. Так, сейчас может группа какая-то поплотнее будет. 7400 пока максимум. Давайте группу с боссом внутри. Ооо. Это пиромансер обычный. Тут молнии, правда, три штуки. Но хрен с вами. Или не хрен с вами, сейчас увидим. Не, нормально. У нас паладины самодостаточные. Они получают урон, но они все равно отхиливаются по чуть-чуть. Так что. Не страшно. Замечательно. Самое главное, что мы бабосы этого всего собрали. И с довольной харей можем двигаться дальше. Так, отравление. Ой-ой-ой. Так, 11 шанс. Нам просто ловкость нахер не нужна. Ну как? Она полезная, но нахер не нужна. Давайте что-то более высокого ранга найдем. Так, мега отхил минус стрелы. Это, конечно, забавно. Бляха, ну давай. Ты меня прям манишь, дурманишь. Так, какая у нас разница в весе? 975, 2100. Чтобы вы понимали, как у нас идет градация между нашими паладинами. Это даже грустно на самом деле. Но у нас, собственно, наследие шмоток идет, поэтому закономерно оно приблизительно так и должно было быть. Так, два фиолета есть. Давай ради еще один. Спасибочки. Сразу запускаем. Пошел я в жопу. Понял. Так, еще фиолет есть. Это пока пусть лежит. Так, рулим дальше. Или апгрейдимся. Давайте, наверное, апгрейдимся. Немножечко апгрейдимся и пофармим. Они нас закидывают огненными этими фениксами, но нам как-то похер. И это восхитительно. Так, 4000 на руках всего лишь. Меня пугают цифры, которые там иногда вылетают по несколько тысяч. Немножечко страшненько. Так, этих тоже давайте заберем. Они пытались. Молнии пытались. Я все видел. Правда, ничего не вышло. Так, 11 тысяч есть. Можно, в принципе, ролить. Сейчас я только вот этого товарища попытаюсь что-то хорошее ввести. О-ля-ля. Это замечательно. Давай сюда, давай сюда, давай сюда, сюда. И у нас остается еще три человека с зелеными топорами. Мать его, какая 128-я битва. Зеленые топоры. Нормально. Я, если что, так и планировал. Честно. Так, давай, давай. Сколько у нас? 240 стоит, рерл? Нормально. Это что такое? Это уже начисто паладина. Вся проблема, я не совсем понимаю, как высчитывается этот гроус. То есть, они подразумевают, что мы должны вырастить в персе определенное количество статов. Но. Это же так не работает. То есть, по их мнению, здесь достаточно выращено виздум, я правильно понимаю? То есть, здесь по нулям всего не хватает. А здесь достаточно выращен виздум, но при этом недостаточно стамина, что, в принципе, логично. У меня есть очень много вопросов к тому, как ведется расчет. Ну ладно. Оставляем как есть. Так, Чичик тут выскочил. С рапшином. С рапшином, кстати, можно агрести, на самом деле. Ну давайте. Бабло на ролл все равно надо. Омирать собираемся, товарищи? Че, бегаем? Че, бегаем туда-сюда? Так, собираем. Это, кстати, по сути, самый мощный посох, который я видел. Именно с рапшином. Потому что он наносит волну огня такую вперед. И эта волна огня, мало того, что мощно поджигает, еще и дамажит сама по себе. Это что-то на уровне с ледяным посохом. То есть, они одинаковые мощности, мне так кажется. Так, давайте мне самое мощное, что у вас есть. 5 400. Мало. 5. Мало. Давайте с элитником. Пизжа. Бляха. Правда, здесь два рипера. Это уже усложнение своего рода. Так, это ролим. 6 тысяч. О-ля-ля. О-ля-ля. Погоди. О-ля-ля. Иди сюда. Так, проверяем. Здесь мы добили, добили. Тут повышаем, тут повышаем. Ты сможешь перебить эти значения? Вот о чем я говорю. Вещь, мать его, следующего тира. И все, предыдущие идут просто в жопу. Моменталочкой. Так, это нам не надо. Это давай. Давай. Так, замечательно. С наплечниками мы, можно сказать, разобрались. Теперь нам надо разобраться со шлемами. До конца бы, по-хорошему. Ну да ладно. Так, давайте роли дальше. Давай сюда. Почему они не впихивают элитника? Или они думают, это чересчур мощный, типа, будет? Если в группе с двумя риперами, еще элитник появится. Давай сюда. Что это такое? Твою мать, естественно. Вообще, сначала шутки ради. У нас 0,3% шанса выпадения мифика. Он выпал, естественно, говно, которое не нужно ни одному из наших классов. Единственное. Но мы попробуем ее рерольнуть. Я тогда еще одну легендарку найду и попробуем заролить по полной. Так, сейчас проверим, гринька, то, что нашли. Оп, стоять. Да, щиты у нас еще зеленые. У нас еще даже остались эти щиты. Работы, в общем, пусть. А так, давайте я попробую собрать еще лениндарку. Тогда у нас появится шант рольнуть мифик. О! Барабанная дробь. Сейчас будет обосрамс. Я прям чушую. Холи щит, не обосрамс. Так. Правда, нам это нахер, опять же, таки не надо. Но пусть пока лежит. Мы его еще раз попробуем рольнуть. Так, давай сюда. Да? У нас, по-моему, зеленые палки еще есть, да? О, да, деточка. У нас зеленых палок еще пруд-пруди. Так, это оставляем, это оставляем. Что у нас еще? Нет, нет, нет. Где вот? Проверим. Надо кому-то этот наплечник. Держи. Реально не предлагают ни одного элитника. Это плохо, на самом деле. О-ля-ля, давай сюда. О-ля-ля, вот так, отлично. Там мы уже переходим вообще в легендарки стабильные. Так, эта ловкость нас не интересует. Видимо, не будет элитника. Ну, то есть, как ни проси, называется. Раз, два, мимо вот сюда. Держи. Все. Вот эти галимые щиты, мы от них избавились. Ну, давайте обычных тогда пробивать. Что нам? Если нам не дают элитку. Ау. С этими тоже, кстати, огромный плюс. Потому что если приперы к нам реально в упор могли подойти, то нам бы было бы очень и очень неприятно. Но нет. У нас все окей. Так, давай еще кровотечение. Хочу, чтобы они истекали кровью. Мимо. Блях, у меня денег нет на столько роллов. Сейчас, сколько у нас... Здесь у нас весь набор есть. Твою мать, я достается только. Но я еще разок рульну. Нарррр. Так, сколько ты на продажу стоишь? Блях, я не вижу, сколько у меня денег. Алло. 522. То есть мы очень мало получаем, да? Сейчас я вот эти еще продам. Мне надо хотя бы еще один ролл сделать. Что хотите, делайте. Давайте сюда... Главное, сейчас мифик не продай. Случай. 1100, да твою мать. Во, ты стоишь два куска. До свидания. Так, пожалуйста. Каменюка хорошая, на самом деле. Ну, давай каменюку, давай. Каменюка это вещь. Сейчас мы тогда сделаем небольшое перемещение. Вот сюда и будем по чуть-чуть искоренять белые каменюки. Хотя у тебя она пока может полежать. Я думаю, ничего страшного там не будет. Так, очередная толпа. Аватар оф фаер, хилинг рейн, хилинг рейн. Отлично. 31 тысяча нам может выпасть в кармашек. Мы про апгрейды вообще забыли. У нас какой? 16 тир, да? Окей. Долбёжка, 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 долбёжка. Жёстко. Жёстко, но решительно. Так, зелень давайте тоже уже продавать по чуть-чуть. Так, ищем, ищем элитку. Элитка, баляха, на 7 тысяч. Ладно, давай. Ого, сколько молоток. Это настораживает. Там просто вся группа состояла из чуваков с молотом. Так, давайте пока ещё ролим. 40 тысяч нам нахватили не за шо, поэтому можно их смело фунькать. Нам надо вывести ещё две легендаки, чтобы ещё раз рольнуть мифик. Так, если получится, будет супер. Баляха, чил с мечом, не люблю чилов с меча. Ну, 12 тысяч, так и манят. Замораживайте его сразу. Пока-дай, 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 держите его до морозки. Да ладно? Он ни разу не юзнул скил. У него фиолетовый был меч. Баляха, ну это очень лютая штука. Так, окей, оставляем. Тут у нас кто? Рапшин. Сейчас, погоди секундочку, у нас есть что порулить. И раз, два, три. Есть. Легендарку, пожалуйста. Пошёл я на... Ооо. Это хорошо. Это жиденько, но давай. Серьёзно, да? Окей. Намёк ваш понял. Это тоже переработаем, но мне на плеч нужен, поэтому я его перерабатывать не буду. Вот это будем перерабатывать. Так, бляха, и мы её сейчас наденем. Я думал, что... О, первая легендарка на рей-ролл будет, но нет. Она нам уже нужна. Окей, возвращаемся. На плеч надо, ребяточки. С огромным бустом к весу. Так, здесь все хари довольные. Здесь повышаем, 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 повышаем. У тебя такой же. Теперь разница какая? Тысяча сорок три. Две двести. Разрыв только растёт. Окей. Ну, видите, какой конский дамаг. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Два феникса сразу через харю нам прошли. И всех хилов смело просто в секунду. Или это не феникс был? Возможно, кстати, это был эрапшн. Вполне возможно. Я бы не отрицал такой возможности. Естественно, не легендарка. Так, надо кому? Никому не надо. Супер. Так, 7800. Давай сюда. Ещё одна нужна. Это что за херня? А, это на Варприста. Тут тоже есть нюансы, кстати. Вот, у нас две шмотки. Одна на Варприста, вторая на Паладина. И у нас даже эти типы не годятся. Вот этот где-то смог надыбать силы. Сейчас, сделаю тебя по показателям. Виздом стамина спит. У тебя ничего не даёт... Где он её тогда добыл? Вот в чём вопрос. Он путём левелапов где-то взял 6 сил. У него не было ни одной шмотки, которая апала бы ему силу. У него и шмотка, которая апает ему интеллект. Но где ты высрал силу? Объясни мне, пожалуйста. При том, что это не относится к Гроусу, кстати. Короче, надо будет с этим разбираться однозначно. Так, а пока что перерабатываем. Всё на свалочку. До свидания. Это... Это насмешка в лицо прям. Так, оставляем. Здесь могут, по идее, запихнуть элитника, поэтому ждём элитника. Это всё шляпа. Шляпа. Давай сюда. 7900, пока что самое большое, что я видел. Во! Есть товарищ. Страшно. Очень страшно. Но тот урон, который мы наносим рогом в конце, это, конечно... Карусель смерти, Матюр. Молодец. Ты дожил. Ты смог. Так, ролим дальше кровотечение. Сейчас бабки, слава богу, есть. Я хочу повыше всё-таки. Мне кажется, что у нас уже есть шансы на выпадение более высоких. Ладно, не будем испытывать судьбу. Убедили. Так, это смещаем сюда, это сюда. Давайте. Мне теперь нужны только супер-убер бойцы. Меня не интересуют обычные мобы. Уж сорян. Зажрался, ну что поделать. Слабенько, слабенько, слабенько. Нормальненько. Бляха, мы его пинать сейчас будем в бесконечность, да? Чего даже маги посохами пинали? Настолько он задолбался. Так, щит, давай. Так, есть ещё куда вроде было место, да? Да. Ещё один зелёный есть. Его тоже надо будет переработать. Так, давай сюда. Жиденько. О! Так, давайте я вот это сразу на свалку. Я не хочу с этим возиться. Так, давайте лученько заберём. Ауч, ауч, ауч. По голове немножко нам настукали. Ещё проблема в том, что у нас разница в уровнях достаточно колоссальная, на самом деле. С мобами уже. А, надо в таверну ещё забежать, точно. И скиллы, боже, я про это совсем забыл. Ща погодите. Ща всё будет. Так, две легендарки есть. Ну шо? Шаманим бубен. А за шо? Ну ёбараса-то. Это уже даже не смешно, это оскорбительно. Ясно. Так, тебя нахер, тебя нахер. Это прям фу. Так, давайте я сразу проверю. Так, таверна, сколько у нас? У нас 790 бухла. Я думаю, нам важнее будет хилов поднять. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Всё, бухла закончилась. Из скиллы у нас ещё один поинт есть. Давайте лучников добьём. Канонир открыт. Но нужно ещё вложить в общей сумме 3-6 поинтов. То есть это два захода где-то, чтобы набить столько. Я набью, не переживайте. За это не переживайте. Стоямба. Сейчас проверим. Тут мимо, мимо, мимо. Мимо везде. Понял. Оставляем как мусор. Роллы нам что-то не улыбаются. Опа, здрасте. Ещё расскажу, роллы нам не улыбаются. Нет, не работает. Очень хотелось бы, чтобы это именно так работало. Бляха, ещё один мечник. Страшно. Очень-очень страшно. Так, ну мы почти избавились от шлема первого тира. Почти. Мы уже на финишной прямой. По-моему, он жмыхнул, кстати. Я могу ошибаться. Ух ты жлях. Так, аватару, фаер, пиромансер. И тут хилингрейн. Два хила, это, конечно, неприятно, но... Мы справимся. Так, давай это на мусорку. Поехали. 35 штук. Как-никак. Плотно, 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 плотно. Вообще. Просто. Хоть всю толпу на меня срывайте, она всё равно не вывезет. Так, у кого был синий посох? У тебя был, давай сюда. Так, всё, с этим мы зачистили, с этим разобрались. Давайте это сразу нахер. Замечательно. Так, и нам суют ещё, но это 140-й левел уже. Мне кажется, мы всё ещё не готовы к дракону. У меня есть почему-то такая чуйка внутренняя какая-то, которая мне прям шепчет, не надо. Ты деби. Так, это всё мимо, мимо, мимо. С апгрейдами будет? Во, есть. Так, это ещё один рога, и здесь три молниеносных. Окей. Ауч, 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 ауч. Два хила выжили. Нихера тебе. Карусел, карусел, кто присыл, тот успел. Давай, 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 давай. Первые удары мы по ним вообще не наносим урона, но потом, когда появляется мана и уже летят криты, тогда мы и наносим урон. Блях, он этому же продолжится вечного. До свидания, всё. Хватит мучить джепу. Так, давай ещё. Что у нас там? У нас ещё два человека без кровотечения, первый у нас всегда будет бронячий, поэтому там нет смысла уёживаться. Ноу. Слабое кровотечение. Вот это то, что надо. Давай сюда, смещаем сюда, смещаем сюда, смещаем сюда. Это мы можем сразу продать. Чтоб потом не перерабатывать в другой мусор. Так, давайте разберём сейчас вот это всё. Давай, нам нужно ещё легендарку собрать. Я всё же надеюсь, что мы что-то мифическое себе закрафтим хорошее. Шансы, конечно, супер низкие, но... Я хочу верить. Блях, а если мы сейчас соберём вторую легендарку... Пошёл я в жопу, понял. Не соберём. Охрана-отмена. Окей, можем магазин, кстати, заградить сразу же. Сколько у нас уже параметры? Треть шанса только что у нас выпадет зелень. Это прекрасно. Было бы вообще круто всю зелень искоренить, но мне кажется, это что-то на уровне фантастики. Слишком долго придётся до этого докачиваться. Так, держи. Так, ребяточки, порадуйте меня. Что-то не умеете вырадовать совсем. Вот это хорошо. Аватар оф фаер. Пермальсер хилинг, отлично. Нам очень везёт, что там реально нет торнадо и арапшина. Торнадо и арапшины могли бы нас стереть в порошок. Пожалуйста. Пасибочки. Давайте проверять. Убьём в бубен. Ну, это уже интересно. Но, опять же, так же бесполезно. Оставляем в конце пока. Погнали месить мега-толпу. Так, у них есть молот. Это может быть больно, поэтому надо быть готовым. Остался огненный маг. До свидания, огненный маг. Он, на удивление, долго продержался, на самом деле. Так, давайте вот это всё на мусорку, на мусорку, на мусорку. Так, ищем дальше что-то вкусненькое. Мечник ещё один есть на 12 тысяч. Давай. По-моему, он жмыхнул. Или это молния? Да, это молния. Нормально. Не за то переживал. Вообще не за то. Давай сюда хорошечно. Держи. Держи. Всё, зелень мы полностью искоренили, да? Это радует. Но это очень долгий путь был. На искоренение. По идее, по идее. Нам нужно ещё одно кровотечение найти, и мы, по идее, можем двигать на дракона. У нас не так много осталось для кровотечения, поэтому... Давайте сейчас ещё пошаманим. Может, бабла ещё найдём? Так, это давай. Баблом что-то не пахнет, пока что. Пока что пахнет только расходом, бабла. Так, эти ж мы тоже заменили, да? Или не все? Ага, понял. Есть вариантики получше. Всё. Щитов зелёных тоже больше нет. Осталась пара зелёных шлемов, но это третьего тира шлемы, поэтому там всё окей. Но мне кажется, что мы готовы к дракону. Но, как говорится, лучше не испытывать судьбу, судьбинушку. Лишний раз. Так, давай, это всё сейчас нарулим. Давай. Давай. Нормально так фиолет цепится, слушайте. Прям уважительно. Легендарка, добрый день. А что произошло? Что-то изменилось? Так, давай, ещё одна легендарка и делаем опять мегарерол. Ой, ну с божьей помощью. Наплечник. Вот это мы уже хотя бы можем использовать. Не топовый всё равно предмет, но тем не менее. Так, давай с этим разберём. Так, иди в жопу. Ну, давай сюда. Неплохо. Так. Какое преимущество мы получим, если мы её сням? Преимущество в... Тут вообще минус. Тут пять виздома. Или восемь виздома. Ну, честно говоря, я прольнул всё-таки на какое-то оружие. Мне кажется, что в виде оружия оно должно быть куда полезнее. А, ну давайте, ладно. Опять же, бубен. Я ещё оставлю. Я хочу с ней поиграться. Я хочу ещё поиграться. Так, здесь апгрейд. Здесь чуть-чуть. Чужие плюс скорость на минус ставина. Давай сюда. Так, окей. 60 тысяч есть. И у нас ещё три. Три ролла мы должны сделать. Чтобы... О, б-б-б-б, зачем я не забрал его? Ладно. Меня смущает, что всё реже и реже, как будто начали падать эти. Легендарные типы в обычных схватках. Они чаще начали появляться в групповых. Но здесь что-то не судьба. Прям бляха, здесь рапшин есть. Ну окей, на быть. Хватит отрыгивать. Замечательно. Куча мусора, как я люблю. Всё, как я люблю. Я думаю, что мы и синьку уже будем продавать. Буну его нахер, серьёзно. Концентрируемся на фиолете, тире выше. Так, 143 боя. То есть ещё два боя. Мы получаем ещё одно кровотечение. И в принципе нам этого должно будет хватить. Мимо, мимо. Давай сюда. Давай сюда. Так, есть товарищ. Торнадо. Торнадо, твою мать. Спасибо большое. На удивление, торнадо нам ничего не смогло сделать. Это даже замечательно. Так, у тебя повышаем. Всё, мы перешли на последний тир, который у нас сейчас доступен. И я надеюсь, что нам это опять же таки поможет как-то. Потому что сейчас уже будет сложный бой, по сути. Так, легендарка, добрый день. Давайте сразу вторую. Прямо на заказ, слушайте. Меня удивляет, что мы столько раз её уже переролили. То есть там шанс далеко не стопроцентный, что выпадет мифик, если мы закладываем один мифик среди двух легендарок. Нам очень конкретно везёт. Так, здесь мега хил, 10 рог. Ёпперес, это ну давайте. Всё, остались только роги. И теперь начинаем. Карусел, карусел. Да, Свидулькин. Так, это забираем. У нас 109 тысяч. Мы сейчас поднимаем ещё и ролим кровотечением. No. Зелёная каменюка? Ну серьёзно, ну какая нахер зелёная каменюка? Давай сюда. Хоть какое-нибудь уже. Так, по идее у нас все с кровотечениями. Самые лучшие из них имеют шанс 39% и дамаг увеличенный на 39... на 139% по кровоточащим. По идее, это должно сработать с драконом. Но у меня есть предчувствие, что это может не сработать. Сейчас, погодите. У меня сколько? У меня 4700. Давайте я сейчас немножко бабла накоплю. Хаш на вырубай. Чтобы, если что, мы могли флаги себе закупить, потому что... без флагов мы далеко не уедем однозначно. Так, тут 4 молнии, может быть, неприятно. Так, минус хил. До свидания, спасибо за бабосик. Так, 16 тысяч есть. Давайте пробовать. Мы тогда посчитали, сколько у него? 300 тысяч хп, да? Это довольно болезненный черт. Но мы попробуем. Так, забегаем внутрь. Хил, куда ты, суни? Куда? Куда ты лезешь, дурачок? Так, пока держимся. Ураганы мы можем выдержать. Урон идет, урон идет. Жиденько, но идет. Сейчас главное огненные атаки его пережить. Так, хилы работаете, хилы работаете. Мы его куда-то двигаем. Ауч. Огненные атаки неприятные. Первое деление есть. Так, что произошло? Что произошло? Отходим. Отходим, говорю. Ну, то есть мы почти два деления собрали. Баляха, но мы так далеко не увидим. Мне кажется, что на него надо идти как раз таки с этими... С ядовитыми нашими рогами. То есть они вносят колоссальный урон, и он очень сильно стакается. Мне кажется, что здесь мы никак не пробьем. Как бы нам не хотелось. Давай сейчас до 150-го дойдем. Ёпарь, что произошло? Произошла молния, понял. Паладины, держитесь. Отлично. Молния наших хилов снесла. Неприятная ситуация, но... Жить можно. Нормально, 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 нормально. Огненные фениксы нам вообще по бубну. Во всяком случае, их запускают, и мы сразу их отхиливаем. Поэтому мы не ошушаем проблем. Четыре рипера! Твою же мать! А может, не надо? Так, стоп, это обвес? Это не то. Угу, не судьба, понял. Так, это в продажу, это в продажу. Ну, давайте попробуем самую большую кучу сейчас найти. 7500. 7300. Семерочка. Давай сюда. 7400. Ну, короче, вариативно 7400, 7500, видимо, наш выход. Давай сюда, кстати. Раз уж ты так решил выпасть, то давай. Тебя сразу к черту. 7800. Ладно, давайте, 7500, что у нас здесь? Все на свете и четыре рипера. Надеемся на жизнь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, нормально. Нам реально тупо везет тем, что мы их замораживаем. Если бы мы их не замораживали, это все. Это была бы Габелла. Так, карусель, карусель. До свидания, до свидания, до свидания. Текст. Разобрались. Нам предлагают отхил, что у нас там? У нас с камнями беда, на самом деле. У нас два фиолетовых камня. Три зеленых и один белый. Давайте поролим камушки. Пожалюст. Ну дайте камушек. Вы из меня все бабки сейчас высадите. Давайте, не надо. Синий сойдет. Вредничать не буду. Все, от белых мы избавились. Это уже хорошо. 1200. 2200. Нормально. Растем по чуть-чуть. Так, 150-ю мы закрыли. И у нас здесь все еще дракон. Или следующий босс на 200-й. Или пока мы не убьем этого, мы к следующему не получим доступ. Хм. Сложная загадочка. О-ля-ля. Так, аватару фаер. И эрапшн. 46 тысяч. Ну давай. Ауча, 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 ауча. Эрапшн очень чувствуется. Ты что такое? А, это рога, бляха. Мы его сейчас полгода бить будем. Не отрыгивай, только я тебя прошу. Отлично. Отлично, что ты такой послушный. Так, давайте немножко приберемся. На самом деле ситуация настораживающая, потому что мне кажется, что мы дальше все медленнее и медленнее усиливаемся. И это в конечном итоге приведет к одному неприятному последствию. Что у нас все равно растеребут во все щели. Поэтому к этому надо быть готовым. Так, есть. Знаете, когда-то должно было прекратиться, правильно? Это не могло длиться вечность. Так, синьку тоже давайте на мусор. Мы столько ее переролили, что это была реально мана небесная какая-то. Так, это давай сюда. Я не помню, у нас все заменены. По-моему, все, да? Еп, абсолютно все. Супер. Добрый день. Тут еще остается куча синьки. Нам с ней тоже надо будет поработать, молясь. Феникс прошил нас на буквально там пару миллиметров. И это хорошо. На свалочку, на свалочку, на свалочку. Так, дайте еще что-нибудь мощное. Что у нас там по левелу? По левелу мы встали, можно сказать. Это плохо. Я думаю, что нам придется еще несколько раз пробовать дракона валить. Ой-ой-ой-ой-ой. Там было секунды три, что они урон как будто бы вообще не получали. Это страшно. Так, давай сюда. Еще кто-то ценный будет. Нам это... Хотя... Нет, не надо. Так, шлема, по-моему, нам годится. Сейчас я проверю. Он предыдущего тира, но он все еще мощнее некоторых наших шлемов. Так, тут у нас эрапшн. Эрапшн плюс молния. У-у-у-у-у. Давайте пробовать. Ауч, минус хилы. Минус все хилы. Нормально. Наши товарищи все еще остаются достаточно автономными. Невзирая на смерть хилов, так что... Это хорошо. Я думаю, в будущем вообще... А, не, нельзя. Нельзя сократить до... Меньше трех хилов, иначе формация не будет работать. Так, тут у нас хилы огненные эти товарищи. Давайте еще роли. Девять тысяч было. Девять четыреста. С лучниками. Ну давай. Поезжай, поезжай. Внезапный отпор. Ну хотя бы без риперов. Уже хорошо. Так, разлетайся, разлетайся, разлетайся. Два, один. Живучее говно какое. Так, это забрали. Нам в любом случае, чтобы мы не нашли, нам нужно просто сильнее того, что есть у нас. Потому что у нас в принципе есть все. Дополнительных слотов у нас нет. Так что оставляем как есть. Давай сюда. Держи тебе замену. Тебя в продажу. Замечаешь. 155, ёппар СТ. У нас есть вообще какие-то опции еще по усилению? У нас есть. Выход в легендарке. Но это уже очень долгий и сложный путь. Который не факт, что приведет к тому, что нам надо. У меня есть ощущение, что мы сейчас встрянем. То есть есть шанс очень долго здесь ролиться, пытаться мутиться. С целью нахождения легендарок полезных. Либо все-таки менять формацию, потому что по-другому мы можем не пробить этого чела. У него слишком до хера хп, а вот что, блин. Он не заслуживает столько хп, сколько у него есть. Так, меняем еще одну синьку. То есть остался еще один синий, да? Есть еще один синий, у нас куча синих щитов. Окей. Давайте еще разок попробуем. Погнали. Хил, не беги вперед, дурак. Мне показалось, или мы как-то херово начали? Погодите. Мы как-то очень херово начали. Давай еще разок. В прошлый раз мы как-то более гладко к нему подошли, нет? Кого херу он бежит вперед? Так, он нас сразу гасит и рапшинами, ничего не страшного. Так, дамаг на нем стакается. Мы хилимся пассивно, хилимся активно. Чем меньше и рапшина он юзает, тем дольше мы живем. Вот сейчас был и рапшин, и было очень больно. Если он их несколько штук подряд пустит, то у нас будут явные проблемы. Так, первое деление с горем пополам есть. Я походу понял, в чем проблема. Был момент, когда он, видимо, производит этот свой всратый укус, и он шокирует хилов, и хилы перестают регенить ману. Потому что я только что видел, два хила стоят, и у них маны не регенятся. И это очень хреново. Соответственно, скорость, которой мы должны его убить, должна быть в раза 4-5 больше, чем у нас сейчас, иначе мы его просто не завалим. Ну, то есть, фактически. Окей, давайте чисто на пробив тогда пойдем сейчас. Минус хилы, по традиции. Нихера себе, минус 2. Вы свои молнии заигрались, товарищ. Не надо так делать. Так, это забираем, двигаем дальше насквозь. Просто если мы упираемся в шок, у нас есть еще один вариант. Мы можем собрать сейчас для них 3 апгрейда на шок, на иммунг-шоку, и попытаться через них пройти. Но мы тогда понизим чуть-чуть эффективнее самого хилана. Что, я думаю, не критично. Но опять же, проверить надо бы. Так, нам вообще всех подряд надо валить. Нам надо двигать дальше, чтобы открыть новое шмачево. Ох, нихера, как плохо начали. Минус все хилы. Но нам это отнюдь не помешало. Так, еще. О-ля-ля-ля-ля. Что у нас здесь? А вот ар-оф-фаер. Рапшин, к сожалению. И два лучника. Так, погоди, погоди, погоди. На мусорку. На мусорку, говорю. Почистим, чтобы я заранее знал, с чем мы работаем. Угу, угу, угу. Так, погнали их валить. Не химьтесь, сволочи. Огненный маг пытался. Я все видел. Он действительно старался, но у него просто не получилось. Твою мать. Так, есть. Забираем этих товарищей, и мы получим пробив... Тут варлоки еще в придачу. Давайте варлок вместить. Очень страшно. Когда вся толпа находится в одной кучке, становится очень страшно. Три, два, один. До свидания. Так, забираем ваше дело. Теперь ищем полную защиту от этого, да? По сути, нам даже зеленого уровня подойдет, потому что он все равно дает иммунитет к шоку. Поэтому давайте брать... Баляха, ну вот ты мимо кассы чуть, брат. Чуть-чуть. Давайте заменять. Что у нас важнее? Remove the buff. Давайте remove the buff пока заберем. Мы постараемся сделать их иммунными к шоку. И по идее это сделает бессмертный наш варк. В бойне с драконом. Но это надо проверить еще. Это надо еще убедиться. Так, у нас 150 тысяч. Вообще-то добрый день. Так, отлично. Левелапаем дальше. Дварф, иди нахер. Давай сюда. Проверить надо. Я не уверен, что нам он не нужен. Так, это на перекрафт. Пиромансер, у него тоже молния есть и эти боляха. Может быть больненько. Так, все, проверим. Да, они уже никому не нужны. Поэтому это все на свалочку. Давайте пробовать. Ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч. Я уверен, что мы прошли дальше, но я на всяк пожарный перестрахуюсь. Ну его нахер, да? Мы знаем, что всякое бывает, и это всякое может быть очень болезненным. Так, эта палка не нужна. Этот не надо. Чего смолнить? Тут тоже четверо смол. При том, что у нас один иммунный, он все равно помер, потому что его огнем еще продарило. Минус 2 кило. Минус 3 кило. Продолжаем пинать бомжей. Отлично. Так, забираем. Я все надеюсь, что мне выпадет защита от шока прямо вот здесь. Рандомно. Так, аватару, файр, рапшн и хилл. Мне кажется, или у нас одна и та же группа приходит. Они даже местами вроде не меняются. Так, давай это все к черту. Отлично. К успеху идем, однозначно. 43 тысячи они хотят нам передать. Конечно, давайте. Потрыгать. А смотки у них говно, да? Я не знаю, как это кальку... О-лю-лю-лю-лю-лю-лю, давай сюда, конечно же. Я не знаю, как происходит, собственно, расчет, но... Из них тупо выпадает постоянно синька да зеленка. Так, это все забирай, давайте крафтить. Пожалуйста. Я тебя молю. Пошел я в жопу, понял. Можем ее перекрафтить, кстати. Это, по сути, хилищий посох, но он шляпный. Он не совсем хилит, он накидывает щиты дополнительные. Это... Такое. У нас есть пассивные щиты, поэтому он нам не нужен. Так, это оставляем, ждем еще. О, добрый день. Так, аватару в фаер. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Два бойц слэшера, боляха. Ну, это смерть, по сути. Ну, либо есть шанс, что мы реально их постоянно в заморозке будем держать. Давайте пробовать. Один раз жмем, я порастрелюсь. Да ладно? Серьезно, ни одного удара не произведено. Пацаны, сегодня не ваш день просто. Сегодня не ваш день. Либо они слишком долго копят ману, и мы их еще и морозим, и они, соответственно, не успевают использовать. Ибо я не знаю, что за колдунство это. Так, сейчас получим еще один иммун. Добрый вечер. Давай сюда. Так, от синьки мы избавились почти от всей. Вот здесь еще осталась синька. Пушана с бустом на вес. Ну, а так мы нужным путем идем. Это хорошо. 13 тысяч предлагают нам вместе с лучником. И здесь только бойцы плюс роги, да? Давайте. Еще нет-то? Это мясорубка. Это вот самое лучшее описание мясорубки. Я не знаю, как мы столько живем. Так, есть еще один сразу же. Наймун. Давай, передавай нашему дружку. Что мы забираем? Мы забираем... Убирание дебафов. Что, кстати, может повлиять на нас на самом деле. Ну, мы постараемся избежать этого влияния. Так. Мы вернулись, как говорится, к нашим птичкам. Уберись. Уберись. Так. Давайте еще сколько? 149 тысяч. Давайте сразу вкинем еще. 19-й термоти. 18% на зелень всего лишь осталось. Но при этом там основной упор на синьку теперь. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ситуация в чем? Молдня все равно убила наших хилов. Ну, то есть, как бы... Шока-то мы, может, и избежали. Но в конечном итоге ситуация не намного радужнее, чем хотелось бы. Так, нам нужно еще четверых добить. Чтобы получить еще один резист. Поэтому топим за него дальше. Будет кто-то элитный, не будет? Позязя. Видимо, не будет. Так, щиты у нас все загрызли. Ну, давайте этих вольнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько огня в нас пустили только. Вот это самое страшное. Именно потому, что они... Первая мана, которая у них заряжается, у них она заряжается почти одновременно. И это приводит просто к моментальным там 4 или 5 этим фениксам, которые прошибают нас насквозь. Ну, нахер. Это просто... Лютое... Меня радует, что у нас есть несколько рыцарей, у которых настолько высокий вес, большой вес, что их не могут молотами отбить в сторону. Ну, то есть... Вообще, по херу, как говорится. Так, 160 твой баляха. Ну, мимо кассы. Чуть-чуть, дружочек. Давайте этих попробуем забрать. Так, огонь прошил нас. Но мы живем. Даже после огонька мы живем. Так, забирай. И вот сейчас. 5 риперов, твою мать. Ему же не надо. Пожалуйста. Я не хочу страдать. Ну, а, видимо, придется в любом случае, да? Еп. Ну, давайте. 9 тысяч. Сейчас будет больненько. Так, огонь пролетел мимо. Риперы немножечко нас побрили. Причем забрали трех. Нельзя. Нельзя стоять. Там было очень страшно сейчас. Потому что умерли первые нехилы. Это очень плохой сигнал. Прям жирный такой плохой сигнал. Так, вот здесь магов нет. Я прям вижу, как хп улетает. До 20 где-то процентов у всех. Потом мы быстро отхиливаемся. Ой, как страшно будет. Оступиться один раз и все, и зопа. Так, забираем это все говно. Так, дайте мне еще один иммун от шока, пожалуйста. Спасибо большое. Большего я от вас и не прошу. И пытаемся опять зайти к дракошке. Дракошка, шо расскажешь? Мы теперь иммунные. Только не гаси сразу огнем, пожалуйста. Своимать. Ну я ж попросил. Так, у хилов маны идет. Хилы хилят. Все пока хорошо. У одного перестало только что маны идти. Время, но совсем. Так, лупим, 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 лупим. Все нормально, все нормально. Нормально, нормально, нормально. Первое деление есть. В этот раз дольше, потому что мы не накидываем, видимо, баф. Что нехорошо. А вот сейчас вообще непонятная ситуация. У них максимальная мана, они просто стоят и не хилят дварфов. Шо за мэджик? А? Неодобряю такие действия. Ладно, хрен с вами. Давайте движемся дальше-то, откуда мы сможем дойти. Я думаю, что мы вообще далеко можем дойти. Сейчас проверим. Если мы до двухсотки дойдем, то я точно охерю. А, блях, умри уже, пожалуйста. Блях, он еще и отхилил. Какая же ты мразь, боже. Давай, помирай, 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 помирай. При том, что он не доджит урон. Вот в чем суть. Мы когда играем за воришек, то они доджат просто урон. И, в принципе, из-за этого живучие. Тот же ситуация чуть-чуть другая. Чуть-чуть другая в том плане, что они его не доджат. Они как будто бы поглощают огромное количество урона. Чего быть, по идее, не должно, мне кажется. Но, видимо, мне лишь кажется. Так, пробиваемся просто, сквозь кого попадем. Или через нас. Сейчас пробьются. Не, нормально. Главное пережить вот эту мега-атаку молнией. И, в принципе, можем жить. Какое-то время. Так, молния опять нет хилов. Хилы живые. Минус один хил, минус второй, минус третий хил. Я успел на последнем два. Это криповенька. Это криповенька. Да, настал момент, это уже какой? Блях, я не увидел. Да, там, где нет наплыва магов, там мы проходим абсолютно спокойно. Во всех остальных есть проблемки. Это уже сто семьдесят третий. В прошлый раз у нас был рекорд какой? Сто пятнадцатый? Или что-то около того. То есть направление движения у нас верное. Направление движения очень даже хорошее. Единственное, что... Есть нюансики. Например, вот сейчас будет тринадцать рок. Можно как-то без магов, пожалуйста. Давайте десяток хилов, но чтоб без магов. Я не хочу с ним... О, вот это то, что нам надо. И корусель, поехали, 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 поехали. Блях, они все плотнее и плотнее. Вот еще проблем. Мы-то особо сейчас не усиливаемся, потому что дальше легендарки только. Они, собака, постепенно доусиливаются. Давай сюда. Что нам здесь надо? Нам здесь, если что-то и надо, то просто более высокого уровня. Все остальное у нас вроде бы пока есть. Во, давай сюда. Тыгадык, тыгадык, тыгадык. Так, двигаем дальше. Ауч, 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 ауч. Один паладинчик нас не пережил. Немножечко огненный урон. Я его не осуждаю. Я его прекрасно понимаю. Серьезно? Хилы друг друга настолько хилят, что мы их еле-еле пробиваем. Криповенько, какие у вас общие левела? 58 левела. У нас 36-й с горем пополам. Ну, то есть... На что вообще идет расчет? Как они, по их мнению, как мы должны были выжить? Я с трудом себе представляю. Мы должны быть просто настолько мощнее их, чтобы мы могли через это проходить без всяких проблем. Но это не так легко, как кажется. Так, давайте что? Давайте сразу арчеров забустим. Я потом это все докачаю, не переживайте. Так, двигаем дальше. Тут сколько? 9 мол... Чисто интересно. 9 челов с посохом молнии. Ну, я приблизительно так это и представлял. Приблизительно так и представлял. Что они просто моментально сносят хилов, и потом нам бьют по жопе. Ни то, ни другое мне не нравится. Перестаньте хилиться. Спасибо. До свидания. Это уже какой? 178... Тут опять куча молний. Тут куча огня, ну что? Намного лучше. Нормально, нормально. Лошадь тенчики вам не помогут. Тенчики не помогли. 179. Ох, боже. Я думаю, что мы еще недолго жить будем, на самом деле. Сейчас тех назад. Выкинь каку, выкинь каку, выкинь каку, выкинь каку. Это все будем. Давайте Баринго переработаем. У нас все меньше шанса на получение каких-то стоящих вещей. И мы упираемся в очень херовые показатели, на самом деле. Двуруч выпал. Неплохо. Выглядит, будто бы это близко к победе, но нет. К сожалению, это совсем не близко. Если бы у нас было хотя бы третье вещей мифик, тогда да. Тогда это можно было бы назвать продвижением вперед, но пока... Вообще мимо. Давай еще разок. Такое. Совершенно мимо кассы. Давай сюда. Так, очень много огненных птичек только что было. Минус хилл. Нормально, все. Дальше жить будем. Я вообще не исключаю, что с драконом это заложенная механика. Что если мы за какой-то период времени его не убиваем, то он отключает нам возможность хила, например. Это вполне может быть заложенной механикой, потому что иначе бы это было все слишком просто. Слишком-слышком просто. Давай. Молнии неприятно. Минус хиллы. Хватит рыгать. Страшно. Они с молнией творят что-то вообще лютое. У нас, когда почему-то молнии и маги, то они как-то не справляются с своей задачей. А эти товарищи справляются вообще на них. Черт. Минус маги. Живем-живем-живем-живем-живем-живем-живем. Нихера себе, как близко это было. Три человека осталось всего лишь. Давай сюда. Тут везде теперь есть молнии маги. Ну, то есть, их исключить фактически невозможно. Я так понимаю. Так, Маладины, добавьте, не останавливайтесь. Маладина, запах, текаем. Текаем, это было близко. Бабок у нас дохерили, он опять же все-таки. Можем, по сути, следующий апгрейд запускать. Так, где у нас? Где у нас? Давайте вот эту кучу магов. Ауч. Ауч, ауч. Даже главного паладина забрали. Ёбареза, это ж тяжеленная махина. Как вы ее вообще смогли сдвинуть хоть куда-то? Появились типы, которые нас всех отталкивают. Люта. До свидули. 185. Мы переближаемся к очень страшным показателям. 42 человека на старте, вы серьезно? Это ненормально. Замечательно. Но нам все тяжелее и тяжелее прорываться. Это надо... Надо быть честным перед собой. С каждой секундой все более тяжко. Так, что вы мне можете предложить? Давай фиолетовую каменюку. Это повышение нашего урона, это всегда хорошо. Так, двигаем дальше. Намек понял. Дальше мы уже не так двигаем, как хотелось бы. Хорошо, давайте я еще раз попробую. Я не могу успокоиться. Так, держите на замену. Бафы оставляем, этот сокращаем. Хилов регенит сама, она хил и использует хил. Все логично. Какого-то хера погибли половиной наших хилов. От одного удара. Огоньком. Так, он продолжает хилить. Нормально, нормально, нормально. Первое деление пробито. Вот сейчас что было? У него фулл мана. Я специально за ним смотрел. У него фулл мана, он просто стоит втыкает вместо того, чтобы хилить. Почему? Причем это начинается в определенный период, когда мы заходим за первую черту. Сейчас еще раз проверим. Мы заходим за первую черту. И эта хрень появляется как факт. Сейчас все хилят все хорошо, шоку не поддаются, мана регенится, все замечательно. Но в какой-то прекрасный момент. Так, перезали, перезали, хорошо. Первое деление прошли. Так, двойной рапшин, один хил помер. Два хила померли, ладно. Тут невозможно было засечь. Последний раз проверяем. У нас часть с паладином настолько легенькие, что они улетают нахер. Просто. Так, хилы работают, хилы работают. Хилов тоже немножко ураганы толкает, но совсем чуть-чуть. Переходим в деление. И что сейчас начнется. Так, хилы тратят ману. Хилы регенят ману. Замедляемся, смотрим, что произошло. Так, хил был далеко. Хил возвращается назад с фуловой маны, и он зачем-то просто бежит на врага. Вы это видите? Вот он тупо бежит. Бежит на толпу, нарывается на ураган. Бежит на толпу опять. Памираем, в общем. Памираем, потому что дальше я этого не понимаю. То есть, вместо того, чтобы стать вот здесь, находясь на достаточном расстоянии, как он делает в обычных боях, он пушит зачем-то вперед и умирает. Но это его выбор, как бы. Что, с меня взятки гладкие? Это его выбор. Я не помню, была ли у нас защита чисто от урагана. По-моему, нет. То, что от шока мы заиммунились, это, конечно, вау, класс. Но, видимо, это не помогает. Хорошо, ребятки. Заход, мне кажется, был мощнейший, потому что мы почти дошли до двухсотки. Сейчас надо будет докачать это все дело и пробовать уже имплементировать, собственно, новые классы. Пока же, ребятки, сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.